Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Меня зовут Инга Павловна, и я учитель русского языка. Предлагаю вам подготовиться к уроку. Для этого вам понадобится ручка, тетрадь и учебник «Русская речь» для 7 класса, 3-й год обучения авторов Анны Пригорская и Эмилия Лука. Итак, послушайте загадку и определите, о чём мы с вами будем говорить на протяжении ряда урока. Без чего на белом свете взрослым не прожить, не детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная? Правильно. Семья? Ребята, сегодня на уроке мы начинаем изучать большую лексическую тему теплового семейного очага. А что такое очаг? У этого слова есть только значение. Это устройство для разведения и поддержания огня. Второе значение употребляется как символ родного дома, семьи. Например, домашний очаг, родной дом, семья. Тема нашего урока «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Сегодня на уроке вспомним и запомним необходимые слова по теме, составим словосочетания и предложения на тему «Семья», поговорим о значимости семьи и родительского дома в жизни человека. Эпиграфом к нашему уроку послужат слова «Мы любим дом, где ждут и любят нас». Ребята, а почему мы любим наш дом? Наверное, потому, что здесь те, кого мы любим, здесь нам хорошо и уютно, здесь нас любят и ждут, и в ответ мы платим тем же. Ребята, а семья – это кто? Давайте назовем членов семьи. Угадайте, пожалуйста, загадки. Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, а теперь он стар и сед. Мой родной, любимый? Правильно, дед. Ароматное варенье, пироги на угощение, вкусные оладушки. У любимой? Правильно, бабушки. Шкаф тяжелый, кто подвинет? Кто розетки нам починит? Кто все полочки прибьет? В ванной утром кто поет? Кто в машине за рулем? На футбол мы с кем пойдем? Наверное, с папой. Кто милее всех на свете? Кого любят очень дети? На вопрос отвечу прямо. Всех милее наша мама. Ребята, как можно одним словом назвать папу и маму? Правильно, родители. Но кроме родителей, вы правильно назвали других членов семьи. Бабушку, дедушку. Но обычно есть и дальние родственники. У твоей мамы или у твоего папы есть брат или сестра? Если есть, то сестра, мама или папа для тебя будет. Правильно, тетя. А брат, мама или папа? Правильно, дядя. Ребята, а кем вы будете для них? Если ты девочка, то племянница. Если мальчик, племянник. А кем ты будешь для дедушки и бабушки? Правильно, внук. Внучка. Ребята, обратите внимание, в русском языке для дедушки и бабушки, для тети и дяди, есть одно слово – непод. В русском языке их два. Для дедушки и бабушки – внук. Внучка. Для тети и дяди – племянник. Племянница. Ребята, наверное, у тети и дяди есть дети. Кем для тебя будут дети? Дяди и тети. Двоюродный брат. Двоюродная сестра. У тебя есть старший или младший брат или двоюродная сестра? Ответьте на этот вопрос и обязательно обратите внимание на окончание. А теперь дополните предложение необходимым словами. Ребята, проверьте, как вы запомнили слова. К нам в гости приехал мой двоюродный брат и мамин племянник. Папин брат – мой дядя, а я его племянник – племянница. На летние каникулы к дедушке и бабушке приехал, приехала внук, внучка. Теперь вы знаете не только, как называются близкие родственники, но и дальние. Представьте, что на праздник сыграется большая дружная семья. Бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка, то есть те, кто старше вас. Ребята, это ваши предки. Ваши будущие дети, кто будет младше вас, будут называться потомками, люди одного возраста, ты, твои братья, сестры, это одно поколение. Часто всю семью изображают в виде генеалогического древа. Давайте прочитаем о таком дереве, но прежде познакомимся с незнакомыми словами. Очаг, поколение, предки, синоним к этому слову, пращуры, ремесла, родословное древо, родоначальники, ствол, ветви, связывает, создается. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Каждая семья, частитель народа, именно в семье, передается из поколения в поколение все самое лучшее. Трудовые навыки, семейные традиции, секреты старинных ремесел, рецепты приготовления повседневной еды и праздничных кушек, обычаи гостеприимства, взаимная помощь. Взаимную связь всех членов семьи принято представлять в образе дела, родословного древа, корни его врастают глубоко в землю. Это далекие предки, ствол дерева, родоначальники семьи, те, от кого произошли раскидистые ветви у детей, внуков, правнуков, проправнуков, с их женами, детьми, невестками. Каждый человек в семье занимает свое, только ему принадлежащее место. Да, человек и корень своего дерева, и ветвь его, и плод. А что еще связывает воедино живую цепь поколений? Это язык, родная земля, и то, что создается на ней руками и мыслью людей. Все то, что и называется словом «культура». Культура – это живая память народа, счастлив тот дом, в котором хранится память поколений. Ребята, а теперь ответим на вопросы по содержанию текста. Чем является каждая семья? Правильно, частицей народа. Что передается в семье из поколения в поколение? Из поколения в поколение передается все самое лучшее – трудовые навыки, семейные традиции, секреты ремесел, рецепты приготовления блюд, обычаи гостеприимства и взаимной помощи. Ребята, а что с собой представляет родословное древо? Связь всех членов семьи принято представлять в образе дерева. Корни – это далекие предки, ствол – родоначальники рода, это дедушки, бабушки, ветви – дети, внуки, правнуки с их женами и детьми. Что связывает живую цепь поколений? Конечно, язык, родная земля и все, что создано руками и мыслью людей. Мы называем это одним словом – культура. Ребята, почему счастлив тот дом, в котором хранится память поколений? Если в семье чтут и уважают язык, культуру, традиции, передаваемые из поколения в поколение, то в таком доме царит любовь, гармония, понимание и уважение. Обратите внимание, как называется наш текст «Счастлив тот дом, кто счастлив у себя дом». Ребята, эти слова принадлежат великому русскому писателю Лев Николаевичу Тольстого, у которого была большая, крепкая и дружная семья. Как вы понимаете смысл заглавия текста? Если в доме царит понимание, мир, согласие, уважение и доверие, то человек чувствует себя любимым, нужным, полезным, важным, значимым, а значит и счастливым. Семья это слово нам многое скажет. Семья нам с рождения в жизни покажет. И каждый, какой бы с ней ни был момент, волшебный, родний, моментов и нет. Семья с нами рядом всегда и везде. Она многое значит в каждой судьбе. Ребята, а что для вас значит семья? С чем у вас ассоциируется семья? Прочитайте и выберите те слова, с которыми у вас ассоциируется понятие «дружная семья». И на их базе заставьте кластер. Если вам нужно время, вы можете остановить урок и выполнить задание. Ребята, у меня получилось так, а у вас? Семья, близкие и дорогие люди, родители, в каждой дружной семье любовь и уважение. Семья живет в доме, а в нем нужен комфорт и уют. Если заботишься, значит уважаешь и любишь близких. Мы любим родителей, а не нас, проявляя терпение, понимание, доброту и часто дают нам советы. Ребята, а вы любите своих родных? Как вы умеете называть их ласково? Назовите ласково. Мама, мамочка, мамулечка, папа, папочка, бабуля, бабушка, бабуля, дедушка, дедуля, сын, сыночек, сынок, дочь, дочка, доченька, внучок, внучка, внученька, сестра, сестренка, сестричка, брат, братик, братишка. Давайте охарактеризуем членов ваших семей. Макимик, папа, добрый, заботливый. Какая ваша мама? Дедушка, заботливая, а папа? Добрый, трудолюбивый, а бабушка? Хозяйственный, милый, а дедушка? Мудрый, и на верху и камера. Сын, веселый, аккуратный, дочка, терпеливая, рептатуаря, робкая, тимильная, мух, забавный, а музанка, интересный, вручка, неудательная, хорошая, сестра, надежная, ответственная, брат, смелый, храбрый, прожезь, летязый. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Вы счастливы жить одному. Невозможно. Ребята, почему одному жить невозможно? Каждый из нас нуждается в ласке, любви, заводе, поддержке. Ребята, а какая ваша семья? Выберите из списка имена прилагательные, которые соответствуют вашей семье. А что делают члены вашей семьи? Любят, заботятся, работают, беспокоятся, воспитывают, помогают, учат, строят, передают, показывают, трудятся, дарят, советуют, слушают, уважают, делятся, рассказывают. Ребята, дополните текст необходимыми словами. Если вам необходимо время, вы можете остановить урок и спокойно выполнить задание. Ребята, а теперь проведем конкурс на знания вашей семьи. Так ли вы хорошо всех и обо всем знаете? Дополните предложение. День рождения мамы, папы, брата, сестры, любимый семейный праздник, любимый артист или песня «Мама», фирменное блюдо семьи, любимое блюдо отца, любимые сладости вашего брата, сестры, любимое от родителей ваших семей. Ребята, представьте, прошло много лет и теперь вы, бабушка или девушка, чтобы интересно вы из своего детства не расскажете слово «ву» или 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 «ву» но иногда возникают вопросы расспросите дедушку и бабушку о том, каким они были в детстве. Составьте и запишите вопросы, на которые хотела, хотела бы учить ответ. Каким он стал, кого он сломал, как он учился, она училась. Что бы вы пожелали вашей семье, вашим близким и дорогим людям? Задание на размышления. В семейном альбом хранятся фотографии ваших дедушек и бабушек, мам и пап. Вы уже расспросили их, многое увидели и узнали. Составьте и запишите рассказ из восьми предложений о том, какими они были в вашем возрасте. Ребята, по окончанию урока не забудьте сказать своим близким о том, как сильно вы их любите. А если они далеко, позвоните и поговорите с ними. Им будет приятно. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин